Добрый вечер! Мы встречаем 67-ю годовщину Великой Победы. И спустя почти 7 десятилетий с того Победного Мая сегодня гость нашей студии фронтовой минометчик Григорий Фирсенко. Здравствуйте, Григорий Васильевич! Здравствуйте! Первый вопрос такой задам. А сколько вам лет? Ну, круглых 9. 90? Да. А когда 91-й будет день рождения? 25 ноября будет 91. 91 год. Скажите, где началась ваша война? Война началась в село Титовка, Мурманская область, Карелия. Это север нашей страны. Самая северная точка нашей страны. Вы минометчик? Да. Кем начинали войну в звании в каком и кем ее закончили? Рядовым, солдатом, наводчиком. А потом в 44-м году, прошу извинения, в конце 41-го года меня, как имеющего среднее образование, направили на курсы. Я за три месяца поучился, мне присвоили младшего лейтенанта, и я приехал в свою же батарею командиром взвода. То есть, приехали командиром взвода. Да, и в этой батарее я закончил командиром батареи. Понятно. Григорий Васильевич, вот не устаю фронтовикам задавать два вопроса. Вот первый вопрос. Как вы думаете, почему мы победили фашистов, которые в разы превосходили нас и по военной технике, которые очень тщательно готовились к той войне, а мы голые боссы зачастую и победили? Как вы думаете, почему? На этот вопрос сложно отвечать, потому что победу в 41-м году никто не верил. Да и мы сами не верили, потому что нам приходилось отступать. И силы превосходящие, и количественные, и качественные. И мы практически... Да и стремление было. Немецкий солдат до 45-го года чувствовал, что они будут владеть миром. Они хозяева были. Они будут хозяевами. Поэтому они сражались, сражались здорово. И, конечно, надеж в 41-м году не было. Но первая победа под Москвой какую-то... Маленькую надежду дала. После Сталинградской воспрянули. Второй вопрос всегда задаю фронтовикам. Страшно на войне? Вот честно. Как на любой войне страшно. Страшно. Другое дело потом, что перед тобой стоит задача не шагу назад. А если иди вперёд, значит, то надо... Поэтому в это время думаешь только о выполнении цели. Вот что надо сказать. Солдат, при той и дрожи, при той, что ты идёшь на эту верную, у русских солдат был выполнить цель. Это одно из условий нашей силы. В это время думаешь больше, может быть, о матери, о своих родственниках, значит, и выполнить цель. Вот скажите, в самые трудные минуты... Вы были комсомолец, конечно, в то время. Да, и комсомолец, и потом член партии. Вот за родину за Сталина шли или, Господи, помоги? Вот что было? Ну, на этот, на этот, сейчас всякое, говорят, о фальсифраторах очень... Как у вас было, вот у Григория Херстенко. Я вам скажу о том, что, значит, это... Я шёл, значит, победить. Поэтому, если я не кричал воочию в бой за родину, в бой за Сталина, потому что я миномётчик, я непосредственно в рукопашцию не ходил. Но, значит, это... Но в душе? Но в душе я, значит, это за родину. Господи, помоги, или тоже просил. Говорят, на войне атеистов не бывает. Вы знаете, что, когда закончится бой, считаешься, ну и слава Богу, опять пронесло. Просвистелась пуля или снаряд, ну и слава Богу, это не моё. Потому что моё не слышишь. Понятно. Вот. Хорошо сказали. Своё не слышишь, уже не слышишь. Вы были ранены? Я был дважды тяжело ранен. Первый раз ранен был в 43-м году, 30-го декабря пошли в разведку. Нас обнаружили, накрыли и осколком мины меня поразило, значит, лёгкие, челюсть разбила, височную часть, значит, и я попал в госпиталь. Осколки в лёгких ношу и сейчас. Понятно. Второй раз был я ранен, значит, в Польше. Григорий Васильевич, такой вопрос задам. Вот в то время вы же были молодые пацаны, парни. Было место на фронте, не знаю, для любви в том военном аду? Молодость же была. Вы знаете, Карельский фронт – это особый фронт. Там нет населённых пунктов. В Мурманск, как только залив переехал, всё. Да-да-да-да-да-да. Нету, там одни сопки. То есть женщин не было, любить было нет. Никаких женщин, это медсамбатциты и те бедные сестрёнки, которые были санинструкторами. Всё, больше не было. Конечно, мечта о любви была. Конечно, мы переписывались. Вы знаете, у нас отдельные солдаты переписывались с двумя-тремя девчонками, извините, и хвастались друг перед другом. Кому больше пишут. Это жизнь. Конечно. Это жизнь, молодая жизнь, извините. Но вам писала какая-нибудь девушка или нет? Я переписывался с учителем, с которым вместе работал. Понятно. То есть романтических писем не было? Не было. Наверное, такой вопрос ещё задам. Вот смотрите, вы калеченные и раненые, дошедшие от Мурманска до Одера с осколками в лёгких. Сегодня 90 лет и поднялись сегодня на наш четвёртый этаж. Вот для меня это прям смотрел со стороны, аж дух захватывал. В чём секрет долголетия, на Ваш взгляд? Ну, как таковой, скажем, этот спорт, это большое дело. Ну, мне в деревне я жил, значит, у нас спорт был такой. Мама за 6 километров доила корову на участок, коров совхозных. Я утром вставал и бежал к ней, чтобы напиться молока. 6 километров, вот это был Ваш кросс? Там я обедал вечером после дойки, значит, оттуда домой. А вообще, вообще, значит, я вам скажу так. Когда я пришёл, 30 декабря меня привезли в Мурманск, и врач посмотрел, а у меня пузыри идут, значит, с лёгких, значит, места ранения. Она говорит, ну, мне всё ясно, у Вас осколки в лёгких. Куришь? Я говорю, я, началась война, я начал курить. Вы не кури, не кури. Я бросил и не курю, и сегодня не курю. Понятно. 9 мая, святой день, фронтовые 100 грамм позволяете себе выпить? Ну, последних 3-4 года я избегаю это дело. А так будет это неправда, если я скажу, что я не выпивал. Как я мог быть директором совхоза и не выпивать? И не выпивать. Понятно, Вы ответили на этот вопрос. Григорий Васильевич, вот знаете, позвольте пожать Вашу руку. Вот я счастливый, что через 67 лет после победы жму руку фронтовому миномётчику. Спасибо. Живите, пожалуйста, долго-долго. Спонсор программы – сеть компьютерных салонов «Айлджи Софт». Низкие цены каждый день. Это были простые вопросы для фронтовика Григория Фирсенко. Всех с наступающим святым праздником победы. Никогда не уставайте помнить и гордиться тем, что мы победили. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok